Девушки отдыхают 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 Может, в Блэк-Свон, может, чуть приободришься. Я тебе потом позвоню, хорошо? И вы даете ему драть? Вернись сюда. Давай, поехали. Вернись сюда. Только из-за денег. Нужные деньги, найди нормальную работу, как я. Только если мне не придется прессовывать начальству в жопу. Хватит стоять все! Я к Шейле пойду. Давай, давай! Ну, ну же, давай! Через минутку будет готово, крошки. Ай, молодца! Папаня-чемпион! Эхе-хей! Что? Мои документы на тачку. Аккумулятор, ценная вещь. Я думал, вы куда-то уходите. Прости, дорогой. Фрэнк, если у тебя есть время, зайди к Лине, хорошо? Я обещала ей приглядеть за домом, пока она в отпуске. Прости, дорогая, нужно бежать к Джерри в Джокей. У нас там встреча насчет работы. Пусть Лип сходит. Удачи! Лип, будь другом. Сходи домой к моей подруге и пригляди за рыбками, пока она в отъезде. Ключи на комоде. Ключи на комоде. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ничего не забыла? Шампунь. Я кошелек дома оставила. Шампунь. Ну же, Депс. Таскаешь у Кэша? Думаешь, глупый пакисташка не заметит? Я не таскала. Я всего-то одолжила. Завтра все вернусь. Это тебе не общественная библиотека. И тебе еще рано такое смотреть. Я их не смотрю. Я копирую. Если тебя поймают, я не при делах. Есть что с вампирами? Или с зомби? Или с кунг-фу? Дебби наверху, в своей комнате. Мама разозлилась. Она смотрела Блэйда, а Уэсли снял там футболку. Потом все как-то расплылось, и появился пидорас Бэйзил Браш. Что ей тогда нужно? Ужастики кунг-фу или деньги назад? Выбирай. Можешь взять еще одну кассету на три дня за полцены. Следи внимательнее. Вот это я вычту из твоей зарплаты. Карл, а где новая? У нас куча всяких новинок. Выбирай, какую хочешь. Кассета Молли. Король. Пиона? Можно зайти? Ты как? Тебе что-нибудь притащить? Сиги. Бухло. Сухой паёк от Красного Креста. Карл, ты смотрел уже кассету Мамы Люси? Я от одной мысли уже увлажняюсь. Ну что, а готов к выступлению? Ага, детка. Готова увидеть короля. Войди в мой отель разбитых сердец, детка. Я хочу познакомить тебя, дорогая, с моим другом из Миссисипи. Будь нежной, а не жестокой. Это моя работа. Что? Ебей меня во все дырки. Старый шелудивый кобель. Как хорошо. Аллилуйя, аллилуйя. Что это за фильм? Его Люси принесла. Это мама Люси. Дама с пешеходного перехода. Смотреть, как рдаки трахаются. Блевотина. Это не ее отец. Он же в тюрьме. Сделай десять копий. Посмотрим, можно ли это толкнуть. Я в ловушке, малыш. А лучше двенадцать. Прости, дорогой. Я и забыла, что ты тут. Учебник где-то оставил. Посмотри под отцом. Он не получил работу. Это подорвало его уверенность в себе. Иду, иду. Я вспомнил, где его оставил. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Привет. У меня новое видео. Вам понравится «Пикантное». До скорого. Билли, выходи. У меня есть пара новых кассет. Да, чего тебе? Содержит сцены сексуального характера. Здравствуйте, как дела? Хорошо. Привет, Дэби. Привет. Классная вещь. До встречи. Наслаждайтесь. Пока. Дэби, что ты делаешь? Дэби, Пиона знает, что ты тут? Ваше сознание открыто для истины? Хорошо. Я всю неделю пытаюсь донести до людей, что вся наша правда лишь в Господе. У вас есть пара минут? Прости, Дэби, но преступники не ждут, понимаешь? Я же запирал. Я же запирал. Тут есть кто-нибудь? Что ты делаешь в моем доме? Вон отсюда. Не то получишь вот этим. Нет, нет, нет. Я вызвала полицию, они уже едут. Они будут здесь через две минуты. Я просто искал тихое место для работы. Отошел! Это не я. От нас не уйдешь, подонок. Опусти бутылку. Подождите, это не как... Бутылку на пол. Это не я. Вы все не так поняли. Ах ты, козлина жирный. Это уже нападение. Отъебись. А это сопротивление аресту. Второй патруль главному. Мы задержали преступника. Полегче. Заткнитесь, уроды. Если после 50 стуков тебе не открыли, то, может быть, нихуя никого дома нет? Твою мать, Тони! Ты знаешь, где Фиона? Ушла, наверное, подальше от воздыхателей вроде тебя. Отстань от нее уже. Домашняя? И кто там? Молли Коннор с каким-то любителем переодеваний. Молли Коннор, не припоминаю. Ну это, Молли. Осторожно. Дети идут. Дама с пешеходного перехода. Но это не ее мужик. Да, пятерка за тяжелое телесное. Шес говорит, что это точно не он. Она даже тотализатор за бацала. Первый, кто этого мужичка опознает, получит корзинку и экскурсию на пивоварню. Не хотел бы оказаться на месте того парня, когда муженек пронюхает. Но, блин, это ржака. Угощайся, Фрэнк, давай. Не вопрос. Ты видел Фиону? Нет. Черт. Так, ты идешь со мной в участок. Если это насчет налоговых вып... Липа арестовали. Нужен его опекун. Ему нужен не я, а Фиона. А за что его? Я не могу, у меня еще собеседование. Можешь, Фрэнк. Либо ты идешь по-хорошему, либо... Ладно, погоди. Вашего сына обвиняют в краже со взломом. Молчи. Без комментариев. И сопротивление аресту. Молчи. Он ни слова не скажет без адвоката. Мистер Паффин. Адвокат вашего сына. Он? В рот мне ноги. Ну, хорошо. Самое серьезное обвинение против вашего сына – нападение на офицера полиции. Молчи. Рот на замок. Мать моя женщина. Ты же сказал, что всего раз его ударил. Чем? Молотком? Я этого не делал. Это невозможно. Ты уверен, Нири? Бей, чтобы его точно посадили. Значит, вы рассказали отцу, что ударили офицера. Да, но только из самообороны. Да вы хоть гляньте на этого бугая. Да заткнись ты. Выдвигайте обвинения, кража, нападение и сопротивление аресту. Какая бы мелкая херня у вас ни случилась, я с ней разбираться не стану. Я ходила в паб, там напилась, так что я спать. На что уставились? Вы это зовете правосудием? Ты бы его не узнал, если бы оно тебя за сиськи покусало. Увидимся в суде. Фиона, здравствуй, я боролся до конца, но нас уделали. Его оставили на ночь в камере. Что за херня? Вы ведь не давали ему слова. Только если чуть-чуть. Не мог подождать, придурок никчемный. Даже ты должен это понимать. Ну, отлично. Я летел на всех парах на помощь своему старшому. Моему первенцу-наследнику. А тебя где носила? Я не мог тебя отыскать. Пришлось этого чудика притащить. О, охуительно. Где расписаться за мои расходы, упущенную выгоду и прочее? Мне кажется, в первую очередь... Ты уволен. Пошел отсюда. И помойся. Кто у нас хороший адвокат? Есть мысли? Билли Томпсон отмазал меня от дела по наезду во время урока в автошколе. Лишь потому, что у инструктора перед судом был нервный срыв. Это типа шутка. Моя семья обычно к братве обращается. Да, и сколько из них за решеткой? А вот тот йоркширский адвокат. Он ни одного дела не проиграл. Расследовал тройное убийство в сарае. Доказал, что это был священник, а не муж. Кевина. Королевский адвокат Кевина. Это же был сериал. Какой бы из меня получился секретарь юриста. Лип в тот дом не вламывался. Он зафигачил копу и сказал об этом на записи. Точнее, ты сказал. Если продолжите меня обвинять, я пас. Хуй. Кто-то точно должен знать. Давайте поспрашиваем. С кого начнем? Не знаю, но когда те им достаточно народа, кто-нибудь обязательно проболтается. А каково там в тюрьме? Третью ходку ничего. А в первую пиздец. Так все на твою жопу и облизываются. Так же и на хавку курева бабло, но больше всего на жопу. Петро Челли! Я была в него влюблена. Он жил в трейлере. Выпустите меня! Есть тут кто? Эй, ты! Говори. О чем? Не придуривайся, Карл. Выкладывай, что знаешь. Ничего не знаю. Говори, Карл. Ты ведь знал, что ключи от того дома у Шейлы. Нет. Ну да. Я их взял, но я не хотел. Честно. Только липу не рассказывай. Продолжай. Мы с Роксом пошли видео посмотреть, поржать. Вернулся Винс с дружками. Так. Я велела им ничего не трогать, а они взяли и все забрали. Микроволновку тащи. Ну, и видик. Бери, бля. Бабло посмотри, может есть. Мы с Роксом ломанулись, чтобы успеть вернуть ключи. Мы не знали, что их потом лип возьмет. Ты ведь никому не расскажешь. Ну так поги, расскажи все. Меня же прикончат. Это твои проблемы. Что ты будешь делать? Не знаю. Что нам делать? Нам? С какого хуя вдруг мы? Я туда не сунусь. Я пойду. Ему нужно помочь, а нам поговорить. Это не я. Да, давай. Я уже несколько часов жду. Мне нужно домой к жене, а еще собаку выгулять. Вы слышите меня? А, ладно. Не стесняйтесь меня игнорировать. Мистер Галлахер, вы получите письмо с уведомлением о датах судебных заседаний. Проверьте, все ли вещи на месте и распишитесь. Фиона, вот список адвокатов, которых следаки считают уродами. Значит, они самые нормальные. Ты поговорил с Нири и... Поцелуй мои волосатые яйца, ебаный неудачник. Спасибо, что постарался, Тонни. И спасибо, что Ли по домой вернул. Отстань от нее! А тебе какое дело? Ты и не родственник. Фиона заслуживает лучшего. Если мне придется с тобой разобраться, я сделаю это. Если ты думаешь, что у тебя есть с ней хоть полшанса, ты полная ебанько. Ебанько! Дебби дома? Извинились, она уже ушла. Ей что-нибудь передать? Можете сказать, что я дала не ту кассету. Мама разозлилась, это была ее свадебная кассета. Передам, не волнуйся. И... Возможно, хоть на минуту оставить одних. Это кассета для моих друзей. Им слишком дорого покупать. И для стариков. Они не часто выходят из дома, так еще и инвалиды. Он на память записал, что они вынесли. Выучи его наизусть. Искать будешь только то, что в списке. Да там же дохуя добра будет. Пиздец! Нам нужны только вещи из списка. Если мы вернем ей вещи, то она может быть смягчицей и заберет заявление. Марти, ты точно раньше такое делал? Конечно! Так. Кто живет тут? Чаги. Кто спит в этой комнате? Его брат Винс. Приятель Винса – Тел. Может, телка Винса – Шес. Господи! Вот с ней проблемно. Если проснется, сваливаем. А если кто-нибудь придет? Ты стой на шохере, а я уж с остальными разберусь. Если вдруг что, все поджигаем. Никто ничего поджигать не будет. Ты мне слово дал. И отдай спички, Марти. Я не хочу идти. Ну, пожалуйста. Никому от него пользы не будет. Так это вроде ему нужно преподать урок? Как он дальше будет жить, если сейчас ссыться? У тебя ведь глаза на месте, да? И в любом случае, это он накосячил. Вставай, Карл. Нам пора. Карл, держи его. Я знаю, как его разбудить. Откроем ротик пошире. Ты что ему даешь? Спиды. Марти? Подъем, подъем. Обычно-то он ползает, как черепаха. Ничего от них не будет. Погнали. Вставай! Где его носит? Тачка для отхода есть. Вот это я понимаю. Отлично придумал, Марти. Ну да. Один слон, два слона, три слона. Ебаный стыд! Ниндзя-ассасин! Быстрее! Тихо! Вот, возьми. Сейчас еще принесу. Мудила! Я нашел там удочки, держи их. Этого ничего нет в списке. А где вещи телки? А где вещи телки? Лыжные ботинки, на лыжню. Кто тут? Сваливаем, сваливаем. Тут есть кто-нибудь? Живи! Марти, аккуратнее. Тачки не задень. Ты вообще все не то набрал. Польза от тебя нихуя. Все вообще мимо списка. Ты запаниковал. Что это было тогда за крупное ограбление, которым ты так бахвалился? Ограбил магазин армии спасения? Фиона нам теперь пизды вломит. Фиона! Карл, ты рано проснулся. Я и не спал. Дошел до седьмого уровня. Зомби, куча трупов. АК-47 на кладбище здоровье кончилось. До сих пор держу второе место. Пока. Если хочешь, можешь сегодня в школу не ходить. Оставайся дома. Если хочется одному побыть. Скоро у меня на это будет полно времени. Будешь так говорить, испортишь себе последнее время на свободе. Да, конечно. Пять дней. Только что пришло. Первое слушание в понедельник. Они меня посадят, Фиона. Ты это прекрасно понимаешь. Не наш это месяц. Не наш. Мы тебя вытащим. Эй, я разве тебя когда-нибудь подводила? Лиам, ты чего с удочкой балуешься? Мама, я поймал рыбу. Рыбу. Есть ли у вас разрешение на рыбалку в этой комнате? Что случилось? Вы бы все обрадовались, если бы я сел вместо Липа. Не говори так, Марти. Мы все постараемся его вытащить. Что делать с этим мусором? Я сделал это ради тебя. И ради Липа. Ради меня? Что сделал? Все это. Мы пытались выкрасть обратно вещи той телки, но не получилось. Мы? Кто мы? Я, Яна и Карл. Старались как могли. Что ты сделал? Взял с собой на дело Яна и Карла? А потом тебе еще хватило духу мне по всем признаться? Ты совсем ебанулся. Ты можешь меня до конца послушать? Ты прав. Лучше бы ты пошел в тюрьму, где тебе самое место. Дай это расскажу. Надеюсь, меня не ждет что похуже. Мы думали, если вернем ей вещи, то она заберет заявление. И? Там их не было. Должно быть, их в другом месте держат. Поэтому мы стащили все, что попалось под руку. И вообще, это все Ян придумал. А что я-то? Это вот он спер ключи у Шейлы. Он во всем виноват. Так это ты, Карл? Ах ты, урод. Оставь его. Нет, Лип. Я не нарочно, я не хотел. Заткнулись все, блядь. Ну как вы так умудрились? На 10 минут отвернулась, как весь дом летит к чертям. Не думали, что у нас и так проблем завались? Нам еще такой херни нафиг не надо. Поняли? А, бля? Кого ты обманываешь? Дело не в нас, а в тебе и Стиве. Ты просто жалеешь себя. Чувствуешь себя виноватой, потому что тебя не было рядом. Марти хоть как-то пытался помочь. Двинься, Торкс. Вы не поверите, что у нас дома произошло. Нас грабанули. Кто-то спер бабушку. Кто в здравом уме хочет стащить урну с прахом? Оскренали, я знаю, что там. На нем ленты были, по мне так, на футбольный кубок смахивает. Фанат Стокпорт Каунти. Торкс сказал, бабушка просила развеять ее прах на большой высоте, но санэпидемстанция ей не разрешила. И поэтому ее разрешили оставить на телеке? Марти! Как нам обменять ее обратно, если половина бабушки лежит на твоей кровати рядом с порнухой? Держи. Да господи боже. Отцелуй меня! Позвоните в пять вечера по этому номеру, или бабка сгниет в канале. Какой? У меня акценты не очень выходят. Любой, главное, чтобы вас не узнали. Я раньше весьма неплохо изображала Ширли Бесси. Это шантаж, Кэрол, а не конкурс песни. Говори с акцентом. Это они? Нет. Слушайте вы. Ежели вы хотите увидеть свою бабоньку опять живой, ну вы поняли. Ходите в Джоке в шесть и принесите все вещи из списка. Спросите. Свена. Это же мужское имя. Слышь? Кто тут Свен? Похоже, что я. Дивидишник. Да. Да, мягкая игрушка. Все на месте. Где бабушка? В дамской комнате. Во второй кабинке. Ба? Подождите. Вот ваши вещи. Теперь вы мне верите? Раз вещи у тебя, так и быть, поверю. Лина, послушайте. Лип взял ключи от вашего дома у Шейлы Джексон. Ёбнутая сука. Так и знала, что не надо ей доверять. Да, мы родственники. Лип приходил к вам, чтобы покормить рыбок. А кто другой мог починить кран на кухне, если не я? Кто подкладывал деньги в копилку у телефона каждый раз, когда я звонил? Тут не все мое. Да, часть вещей за причиненное вам неудобство. Хорошо. Заносите. Спасибо. Простите, пожалуйста, если я вас напугал. Если. А вы-то. Я чуть не обделался, когда вы с ножом выскочили. Я пришел сюда сделать уроки, и вдруг какой-то мусор начинает мне клашматить. Ты вломился в чужой дом, чтобы сделать уроки? Чужие уроки. Так я себе деньги зарабатываю. Каплю на то, чтобы уехать за границу. Понятно, почему полиция тебе не поверила. Если я верну вам ваши вещи, вы заберете заявление? Хорошо. Что будешь делать с Нири обвинениями в нападении? А хотите знать, что бы сделал я? Ну, охуеть. Спасибо, Фрэнк. Выкладывай свою потрясающую идею. Ну вас в пизду. Ну, рассказывай, что бы ты сделал. Если он такой урод, то я бы просто его подкупил. Коричневый конверт с баблом, отдаем ему, все просто. Потрясающе. Почему мы раньше об этом не подумали? А не подумали. А потом вдруг вспомнили, что денег даже на пачку сигарет нету. У меня есть 450 фунтов. Что? Сколько? Скассиэт. Я могу вам дать деньги, только если вы их мне вернете. А вчера у тебя занять ничего не было. Отлично, Депс. 450. Ему столько хватит, Тони? Наверное, но это ведь рискованно. Хватит насчет рискованно. Вот от тебя какая помощь была? Думаешь, он на это пойдет? Стэн? Конечно. Мусор. Грязный мусор. Может. Ну, спасибо мне. Еще раз Фрэнк Галлахер, специалист по разрешению проблем. Принес, как договаривались. Ты что, совсем? Мужчина, вы не так меня поняли? Молчи и не дергайся. Чисто. Это тебе не миссия, блядь, невыполнима. Это пинто само уничтожится через пять секунд. Я тебе бабла принес. Сколько хочешь за парня? Не понимаю, о чем вы. Если я правильно понял, вы намерены арендовать мой трейлер с аутборд на пару недель. Чего? Трейлер? В рот я ебал эти трейлеры. Хуйня какая-то. С кем ты должен был встретиться? С тобой. Ты мне отпускные должен был принести. А-а-а-а. Понятно. Трейлер. Ясно. Ну так сколько стоит трейлер на две недели? Штуку. Ебать колотить. Пинту мне, пинту. Штуку хочет. Скажи, что таких денег нет. Начинай с двухсот пятидесяти, потом поднимай по двадцатке, если надо. Четыреста пятьдесят, все, приди. Я сам все сделаю. Я его вижу насквозь. Двести десять, мое последнее слово. До свидания, золотце. Стой. Я уже слышал твое последнее слово. Сейчас трейлеры делают таких продвинутых моделей, что вам, деревенщине, не понять. Это все, что у нас есть. Возьми. Лишь бы его не посадили. Маловато будет. Но ты можешь покрыть эту недосдачу. Да? Можем договориться. Сейчас бегом скакнешь на заднее сиденье фургончика, тогда мне не придется тратиться. Птичка мне нашептала, что ты любишь ебаться скопами и автоугонщиками. Отвали. Сделки не будет. А это за мое потраченное время. Ты в порядке? А я ведь предупреждал. Он урод. Слушай, ты на что готов, чтобы его утихомирить? На все. Готов идти до конца. Если ты не врешь, я думаю, мы сможем его приструнить. Вот. Тебе сейчас не обязательно этим заниматься, чтобы потом по мне делить. Ты туда не ходи, спрячем тебя на крыше, как Анну Франк. Анну Франк поймали. Да, но искали ее долго. Кто отгадает, что я буду делать с этой штукой, получит приз. Лип. Фил Галлахер, сержант. Решил дать полные показания. Признание. Ведите его в комнату для допросов. Сержант Нири Констебль Хоу. Срочно во вторую допросную. Слышишь, какого хрена вы творите? Он хотел с нами поговорить. Используя связи с населением, можно достичь потрясающих результатов. Он мой. Пойдем. Не трогай сиськи. Ты расскажешь что-нибудь новое? Посмотрим. Простите, что отвлекаю, но у нас, кажется, проблема. Почему бы тебе не поцеловать мои волосатые яйца? Лови. Господи! Остановите его! Да ладно, это ж не я. Это все подстава, сержант. Молчать, Нири. Мистер Галлахер, вы хотите подать заявление? Ну, вариантов много. И какие? Они зависят от того, заберет ли он заявление. Сержант, вас шантажируют. Нет, шантажируют вас. Причем весьма успешно. Решайте, сержант. Будете ли вы его обвинять или нет? Хорошо. Хорошо. Вы бы тоже не расслаблялись. Ну, давайте, Супердяй, вытаскивайте денежки из карманов. 15 фунтов. Наша последняя ставка за прекрасную пару дамских лыжных ботинок. Отличные ботинки уходят прелестной даме в углу. Раз, два, продано. Ботинки ваши. Кстати, прошу не забывать, кого ради мы тут собрались и на что идут деньги. Наш местный чатсвордский Рональд Биггс. Единственный и неповторимый. Вон он за барной стойкой. Мистер Лип Галлахер. Деньги с аукциона пойдут на то, чтобы отправить Липа в Америку. Так что тратьте больше. Это мне? Нет. Мне пора, я потом приду. Продаем последний лот, а потом врубаем караоке. Есть ли пара добровольцев на начало? Ну же. Собираюсь попотеть. А ты нам забацаешь Джорджа Формби. Максимум Джина Пинти. Никто его уже и не помнит, так что давай. Вот моя очаровательная ассистентка. Но разве она не чудо? В её руках лот номер 41. Навёхонький спиннинг. Кто начнёт торги с 20 фунтов? 20. Ставлю 20. Да ёбаный в рот, Джилла. У тебя и так уже есть удочка. Малюткам по удочке, когда повзрослеют. Чтобы не ругались. Она совсем не глупая. Ну же, кто предложит 25? 25 вот тут. Господи, дай мне сил. Лип, ты что тут делаешь? Ничего противозаконного. Сегодня у меня выходной. Я говорила, можешь прийти делать уроки завтра. Я не с уроками. Решил купить вам подарок и поблагодарить. Не стоило. Надеюсь, ты его не украл? Инструкция в коробке. Если что-то непонятно. Я подумал, сигнализация вам не помешает. Обычно я довольно осторожно. Не спорю. Но тут вам понадобится лишняя пара глаз на затылке. Мы с моим парнем работали в разные смены, так что в доме всегда кто-то был. Вы видели столько чаю вместе попить? И как вы справлялись? Никак. Послушайте. Скажите, если я зарываюсь, но в постели я очень хорош. И зачем мне об этом знать? Лучше предупредить заранее. Сколько тебе лет? 36. Пойду, пока нырю ванну. Как я и сказал, зовите, если нужно будет спину потереть. Ванна для тебя. Так, можно минуточку внимания? Не волнуйся, ян, скоро и до тебя очередь дойдет. Леди и джентльмены, поприветствуйте ангельский голос с туловищем маленького бегемота. Это... Констабль Стэн Уатерман. Продолжение следует... Это он, он, он тот хьёбориловец. Подпевай, народ! Покажи член! В чём дело? Что? Покажи девчонкам член! Что? В следующей серии. Поздравляю, ты станешь отцом. Отцом станешь ты, а все будут думать, что это я. Но она же из этих Макуайров. Она наша единственная дочка, и ты сделал её женщиной. Ты хочешь, чтобы я пососал тебе грудь? Макуайр ловит на грудь, бьёт! Какой гол! Добро пожаловать в семью. Честно, Мими, я люблю её. Надеюсь, Йен. А не то, прощайте яйца. Пошли, набухаемся. Озвучено студией «Алексфильм». Перевод «Артель. Напрасный труд». Перевёл Олег Папулов, редактор Анна Ищенко. Текст читали Татьяна Монетина, Анастасия Флигина, Семён Ващенко и Александр Досевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Элвис покинул здание! Бэйби! Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова